Украина – тотально коррупированная страна. А, у вас там проблема? Да насрать! Да, мы дна настигли еще 3-4 года назад. Хороший олигарх – это мертвый олигарх. Да, да. О, тогда начнется веселье. Мы же не противостоим российскому народу. Ай да Штирлиц, ай да сукин сын. Я приветствую всех, кто вместе с нами на Политека. Мой сегодняшний собеседник, аналитик, прогнозист Владимир Стус. Владимир, здравствуйте, очень рад вас видеть. Здравствуйте, Владимир. Сегодня у нас такой интересный формат, интерактивный треугольник. Мы так сформировали вы, я, наши зрители. Мы попросили наших зрителей, подписчиков, слушателей присылать свои вопросы. Вопросов очень много, достаточно. Спасибо вам за вашу активность. Вопросы писали как под соответствующим постом на вашей страничке в Фейсбуке, так и в разделе от сообщества нашего YouTube-канала. Мы не будем зря тратить время. Начинаем. Первый вопрос. Вадим Еремичук. Интересуется, чем является Украина в вашей прогнозной модели благоприятных условий? Государством с четкими административными границами, абстрактным кластером, который неизбежно будет использоваться более эффективно? Такой вот вопрос. С него и начнем. Территорией с определенными условиями, которые находятся в определенной фазе цивилизационного развития. Именно территории. Также Вадим интересуется, включают ли в себя благоприятные прогнозы, собственно, текущий украинский народ с явными демографическими проблемами или речь скорее о будущих обитателях. И в том числе и нынешних, и о будущих. Дело в том, что этнос – это вопрос самоидентификации. Хочешь быть эскимосом – будь им. Хочешь быть украинцем – будь им. А народ, он, с точки зрения цивилизационного анализа, не нация, а народ, это больше, он прямо связан с территорией, он живет в этих условиях, которые определяются с этой территорией, внешние условиями, и он живет в этой фазе цивилизационного развития. А то, что мы, это демографическая яма, мы в нее первые упали, мы из нее первые выйдем. И в соотношении с действующими странами, ситуация, демографическая ситуация в Украине гораздо лучше, чем в Китае. Просто там это самое начало. И в сравнении со странами историческими, римляне, где делись, они испарились. Я не имею в виду не самих жителей города, а самих жителей целой Римской империи. С украинцами это не произойдет. Мы видим, кстати, вот недавно испарился советский народ. Он был? Был. Это был народ. Фазы перемена, фазы быстрого развития. Пока быстрое развитие было, советский народ был. Но совок в голове живет? Совком пугают людей, олигархи пугают людей. А это уже не совок, это уже культурные различия, которые сейчас. То есть 30 лет прошло. Поколение сменилось. И это более устойчивое получается качество, чем совок. Это уже нельзя списать на совок. Это культурное различие, которое сейчас наблюдается, и оно наблюдалось всегда. И это опять-таки сводится к внешним условиям. Это традиционное различие между лесом и степью. Идем дальше. Пользователь с ником ВАМАС спрашивает следующее. Владимир, считаете ли вы территорию рядом с Днепром, имеется в виду река, более привлекательной с экономической точки зрения, чем остальная территория Украины? Есть ли смысл туда переезжать из Одессы, например? Можно коротко обрисовать лучшие места Украины для жизни в будущем? Да, я говорил, что приоритетные территории – это судоходные части Днепра, притоков Днепра и Южного Буга. Из Одессы переезжать не стоит, потому что все-таки Одесса и другие – это прибрежная полоса. Оттуда переезжать не стоит, потому что Одесса – одно, а вот 50 километров от Одессы – это уже даже 30 километров от Одессы. Это совсем другое. Но значимость Одессы как порта и как культурного центра будет только возрастать. Посмотрите, даже в результате этого обострения на Ближнем Востоке некоторые заговорили о возвращении в Украину как на историческую родину. А это только начало. Они сюда вернутся не потому, что тут хорошо, а потому что там будет существенно хуже. С точки зрения туризма, давайте поговорим об Одессе. С точки зрения туризма, по большому счету, международный туризм умер. Прошлый сезон провальный, полностью провальный, в разы падения. Этот сезон провален. В сравнении с какими-то другими городами? В сравнении с 2019 годом. Это мировой туризм. Соответственно, этот сезон тоже фактически будет провален. Не так, как этот, но до 2019 года не дойдет. В связи с пандемией, да? Да, не восстановится. А не только пандемия. А потом пойдут другие процессы, экономические, политические и так далее. Мы видим, как перекрывается массово, отменяется международная авиалиния уже по политическим причинам. И, соответственно, эта часть туризма будет компенсирована внутренним туризмом. Владимир, но если, опять-таки, говорить про Одессу с точки зрения курортного города и пребывания там во время отпуска, летнего периода, то когда приезжаешь, карантин, коронавирус, нет, не слышал. Там люди без масок толпами ходили. Ну, в целом, люди сейчас, людей можно понять. Я людей понимаю, я людей не осуждаю. Люди расслабились после этой жуткой третьей волны пандемии. Я не понимаю власти, которая не замечает этого, не пользуется временем и не готовится к следующему темпу вакцинации черепашьи. В то время как, я не могу осуждать людей, в то время как власти абсолютно на это плюют. А ведь у нас сейчас темпы ежедневного заражения примерно в 10 раз больше, чем год назад. То есть у нас база для следующего, четвертой волны будет гораздо выше. Вы говорите о том, что власти плюют. А чем обусловлен тогда этот пофигизм? Во власти олигархи, слуги олигархов, для них они не работают на народ, они работают на олигархические семьи, строят современное сословное общество. Это они относятся к народу не как гражданам, а как быдлу, которого слишком много и его нет смысла содержать. Власти последовательно снижают расходы на медицину. И в абсолютном выражении, и в отношении на человека. У нас есть четкий однозначный запрет на сокращение медицинских пунктов. У нас есть четкое указание. Власти все президенты нарушают Конституцию. У нас в Конституции написано, что медицинская помощь бесплатна. При Порошенко медицинская реформа искусственно подменили понятие медицинской помощи, медицинские услуги, лишили граждан неотъемлемого права на бесплатную медицинскую помощь и дальше последовательно снижают расходы на медицину. Ну посмотрим, мы же помним этот знаменитый переброс средств из ковид-фонда на дороги. Посмотрим, сейчас они готовятся, уже приступили к... Конечно помним, не забыли. ...бюджетной реформе, лишь бы не запыли до следующих выборов, чтобы оценили это. Посмотрим, насколько в приоритете будет медицина на следующий год. Владимир, ну говоря Конституция, по сути, каждый из украинских президентов подменял основной закон под свою пятую точку. Так всегда было. И скорее всего и будущий президент будет так же делать. Поэтому они все одноразовые. Одноразовые, да. Ну а в контексте ситуации с коронавирусом, вы хотите сказать, что, ну вот, человек, обладающий наделенной властью, действует следующим образом. А, народ, вы где-то там. А, у вас там проблема. Да насрать. Где-то так? Где-то так. Для них это низшие сословия. Это тягловое сословие народ. И совершенно нет смысла за ними беспокоиться. Они проживут на подножном корме. В первую очередь, плащ сокращает социальную сферу, культурную сферу. Зато посмотрите, как они держат силовиков, как они держат госаппарат. Они много говорят, да, они много говорят о цифровизации. Правда, они подменили цифровую демократию, они подменили цифровым администрированием. Это совсем другое. Но тут же факт, что при проведении цифровой цифровизации, они же вообще не сокращают госаппарат. У нас госаппарат по количеству населения самый высокий в Европе, в самой бедной стране. Кого-то из них это волнует. Вот сейчас президент хочет создать войска территориальной обороны. Плюс 11 тысяч человек. Это все деньги. В этой нищей стране, самой бедной стране Европы. Владимир, мы с вами уже так плавно переходим к блоку экономических вопросов. Евген Федорович спрашивает следующее. Когда конкретно начнет серьезно расти наша экономика, я неоднократно слышал, у нас будет не столько хорошо, как у них плохо, но это не совсем ответ. Хотелось бы ответ в стиле, к такому-то году уровень жизни в Украине сравняется с нынешним польским. Нам же нужны ориентиры какие-то, интересуется Евген Федорович. Конкретно мы уже начали падать меньше, чем они. У нас в два раза меньше, чем во Франции падение по два уровня в 2020 году, падение ВВП. И более чем в два раза меньше, чем в Британии. Мы уже начали падать меньше. Так дна мы достигли или нет? Да, мы дна достигли еще 3-4 года назад. Мы сидим на ресурсах. Посмотрите на уровень цен на железнодородное сырье, на продукты. Что бы там ни было, низкие цены на нефть, продукты кушают все равно. Они не падают в цене. Высокие цены на нефть, цены на продукты растут выше, чем на нефть. А чего ж мы цены бачим? Де воно на наших карманах? А потому что, когда сейчас цена на продукты высокая, то прибыль седает в карманах агрохолдингов и олигархов, экспортирующих железнодородное сырье, а не в ваших карманах, уважаемые зрители. Логика какая? Логика олигархов. Убытки национализируются, прибыль приватизируется. Мы уже неоднократно вспоминали во время нашего сегодняшнего разговора олигархов. Я вспомнил, как в одном нашем эфире политический и экономический эксперт Олег Соскин сказал следующее, что хороший олигарх – это мертвый олигарх. Вы согласны с этим? Хорошая идея, если это мертвый идея, все правильно. Это же оттуда идет. Это же оттуда, конечно. Ну, а тут же логика какая? Их нельзя истребить, искоренить. Если мы их просто убьем, то вместо этих придут другие, которые от этих будут отличаться фамилиями. Приход олигархов и попытка неудачная формирования ими сословного общества со временов, это было естественно. Это был естественный процесс. Все, сейчас он естественным образом заканчивается. Поэтому революции не надо больших. Когда я говорю революции, Майданы это все равно будут. Но Майданы это не революции. Но вот это процесс постепенного отхода и оттеснения олигархов. Который, кстати, не начался. То, что сейчас говорит Желенский, это не до олигархизация. Это имитация? Это имитация. Бурного такого политического процесса с целью повышения себе рейтинга. Да и то это не до следующих выборов. Это станет понятно, что это имитация. Как определить, что началась действительно деолигархизация? Это они начнут, олигархи начнут продавать свои ключевые активы. Ахметов начнет продавать Облэнерго. Пинчук начнет продавать металлургические активы. Коломойский продаст Кременчевский нефтеперерабатывающий завод. И связанные с ним активы. Владимир, действительно, парадоксальная ситуация складывается. Власть в лице Владимира Зеленского постоянно говорит о деолигархизации. Как раз в день, когда мы с вами общаемся, был внесен законопроект, который якобы призван регулировать деятельность тех людей, которых мы зачастую называем олигархами. Но когда мы открываем такой журнальчик, который называется Форумс, информация прозвучала на правах рекламы, то видим, что у тех людей все в шоколаде. И речь идет не только о пятом президенте, господине Порошенко. Да? Их доходы растут. Что-то как-то не складывается, понимаете. Пазл не получается сложить, как на картинке. А народ беднеет. Поэтому я их и называю слугами олигархов. И это же имитация полная. Это не деолигархизация. Их не заставляют продавать ключевые активы. А что это медиа? Во-первых, это ничего. Во-вторых, они достаточно быстро докажут, что это нарушение Конституции. Это же собственность. Это частная собственность, она же неприкосновенная. Я же владел этим медиа на законных основаниях. На каком основании? Кто меня может заставить продать этот телеканал? Тут резкое увеличение. Что должно быть? Резкое увеличение демократических процедур. Чтобы это все снизу. Резкое, которое олигархи не перешибут. Резкое увеличение антимонопольной политики. И резкое увеличение прозрачности. Сокращение госаппаратов. Это может быть... Только это все вместе... Это реальные конкретные шаги. Хорошо, следующий вопрос. Какие будут видимые этапы просадки экономики мира? Перспективы по времени на эти этапы? Нашли ли инвесторы новые рынки инвестиций вместо Соединенных Штатов Америки? Нет, не нашли. Малкор интересуется. Да, видимые этапы. С 1955 года начались первые признаки замедления научно-технологического развития. В 70-м году они замедлились окончательно. И мир погрузился в эту рецепцию с 70-х. С 1982 года начали надувать пузыри, чтобы поддержать, продержаться до следующего ускорения научно-технологического прогресса. Следующий фактор, который помогли столько времени продержаться, это распад Союза, дешевая рабочая сила, дешевое сырье, бесплатный доступ к технологиям и изобретениям Советского Союза. Китай. Открытие Китая. Вывоз средств в Китай. В то же время, 1989 год, Дэн Сяопин. Следующий фактор, это то, что они приняли за новый технологический уклад, это информационный скачок. Но Эн не был технологическим укладом, он заканчивается. Во что-то инвестировать сейчас эффективность. Западная экономика традиционно ориентирована на кардинальные научно-технологические инновации, а их нет. Они себя не оправдывают. Инвестиции в науку, высокие технологии становятся все менее рентабельными. Конкурировать по издержкам с западными, с азиатскими экономиками не может. В результате инвестировать реальные активы некуда, и над реальными активами огромная масса надутых пузырей стоит. Это у них. А чем у нас хорошо? А у нас этих пузырей нет. Мы на дне, мы на своей базе. Они сдуются, точнее, пузыри не сдуваются, они лопаются. Мы как-то недооцениваем свое положение. Знаете, на каждом углу кричат, что все плохо, все пропало. А слушаешь вас, то далеко не все плохо. И далеко еще не все пропало. Тут все плохо. Есть шанс. Все плохо в плане статики. И все очень хорошо в плане динамики. Позитивно. Хорошо. Идем дальше. Какой бы еще такой вопрос выбрать. Давайте поговорим о недвижимости. Я думаю, что этот вопрос действительно многих интересует. И Ольга Соловьева спрашивает, какие перспективы по росту цен на жилую недвижимость в Украине. Что вы думаете о том, что доллар рухнет? Ну, тут несколько вопросов от Ольги. Давайте начнем все-таки с цен на жилую недвижимость. Если брать замкнутую Украину как замкнутую систему, то ни в коем случае нельзя инвестировать в недвижимость. В Украине единственный город, где только началось снижаться население, таки, до этого оно росло. Но уже даже тут сюда дошла волна. Почему? Ежедневно количество скорость убыли населения в Украине 436 человек, если мне не изменяет память в день. При таких этих самых инвестировать в недвижимость нет смысла. Потому что люди слишком быстро умирают. Но если смотреть на Украину как незамкнутую систему, как одна из немногих тихих гавани во время начавшейся там смуты, которую я назвал второй тридцатилетней войной, как на территорию, где тут благоприятные условия раз, и тут нет пузырей два. Тут очень низкая база. То действительно суперэффективно. Но инвестировать нужно в ту недвижимость. Посмотреть на недвижимость глазами Запада, на недвижимость глазами арабов и глазами китайцев. Которая привлекательна будет не для наших потребителей, прежде всего, а для тех потребителей, которые будут скупать все это. И рынок маленький у нас, и рынок первичной недвижимости, и рынок вторичной недвижимости. И цены растут, они вырастут очень резко. Сейчас-то цены растут за счет инфляционного спроса. А вот когда массово дойдет, что Украина – это тихая гавань, тогда начнется веселье. Тогда начнется веселье. Продолжаем влог вопросов от Ольги Соловьевой. Что вы думаете о слухах о том, что доллар рухнет? Если да, то в какие сроки? Мы скажу, что вопросы не корректировали. То, как вы написали, так я их и озвучил. Я подтверждаю свой прогноз, которому лет 15-20, и в том, что доллар станет таким же деревянным, как советский рубль. Сейчас наблюдается спрос, сейчас наблюдается спрос инфляционный, преимущественно инфляционный спрос. Инфляция уже вышла за все разумные индикативные показатели. Если брать не годовые, а месяцы к предыдущему, то в США апрель к марту 0,8% рост потребительских цен. На уровне года эти темпы означают более 7%. Там, сейчас наблюдаем, в чистом виде начало нашего 93-го года. Все циклично. Это же предположение, которое мы сейчас можем изначально, оно было в чем, то, что их смута, это наша смута. Но наша смута была смягчена, а их смягчать некому. Ольга также интересовалась, насколько безопасно хранить в долларах свои сбережения сейчас. Насколько я правильно вас понимаю, то небезопасно. Да, на месяц, на два, на три еще можно, а на больший срок не стоит. Нужно уходить из доллара, из доллара, из евро, из иены. Альтернатива? Альтернатива недвижимость, квартиры, металлическое золото. Вот это земля сельхозного значения и не сельхозного значения. Вот это альтернатива. Перспективы криптовалюты. Я помню, был еще такой вопрос. А криптовалюты, это блокчейн, это технология будущего, криптовалюты, большей частью пузыри. Мы сейчас наблюдаем, я давно прогнозировал наступление государств на криптовалюты, и вот оно сейчас начинается. Оно сейчас в разгаре, и для государства это один из резервов, который позволяет им отсрочить этот мегабалл экономики. Это для них криптовалюты, это альтернативный пузырь, с которым нужно бороться. Они успешно побороли офшоры, теперь на очереди криптовалюты. Задача всем выйти из тени и зарегистрироваться. Возможности у государства для этого достаточно. Только нужно ими воспользоваться. Так они и пользуются. Да, они пользуются и в Китае, и в Штатах, и в других. Владимир, а теперь вопрос с Ирландии от Влада, и он пишет нам следующее. Живу в Ирландии, со стороны Украины с кириллицей больше похожа на Россию, чем на Европу. Думаю, это причина, почему Запад не воспринимает Украину как часть Европы. А Российская Федерация считает Украину своей частью. Во всем мире нет ни одной успешной страны с кириллицей. Вы за переход Украины на латиницу или нет? Нет. Примерно половина лингвистов считает, что язык имеет значение. Другая половина, что она не имеет значения. Да, более развитые страны имеют более структурированный язык. Более формализированный язык. Менее, менее. Это есть корреляция. Но тут вопрос, а что является причиной, что следствием. На мой взгляд, более структурированный язык и формализированный язык является следствием тех благоприятных условий, в которых находится страна. Поэтому особой разницы, на каком языке говорить нет. То есть это все домыслы? Все определяется внешними условиями и фазой цивилизационного развития, а не кириллицы. А нам не поможет переход. Наоборот, это займет огромные средства, а у нас их нет. И займет время, и будет жуткий протест населения. Ну хорошо, а ведь в советское время искусственно переводили на кириллицу многие языки, а потом они некоторые вернулись обратно. Ну так то в советское время. Во-первых, это большевистские методы, а во-вторых, это то время. Большевистские методы сейчас не работают. Тогда была эффективна концентрация всего, тогда было эффективно и капитала, и людей, и культуры. Все, сейчас она перестала работать, глобализация закончилась, сейчас идет регионализация. Вопрос даже не стоит в украинском языке, потому что у того украинского языка он остался во влажных мечтах украинских националистов, которых финансируют украинские олигархи. Сейчас при той регионализации украинский язык из Львова и украинский язык из Полтавы все больше и больше отходят. Язык все больше регионализируется, и регионализация диалекта – это будущее не только Украины. Вот как мечты, так почему-то они влажные. Владимир, ну как так? Про лолжение, если уже говорить серьезно. Это устойчивое и дематическое выражение. Да я не спорю. Смотрите, еще есть один вопрос от Влада в продолжении этой же темы. Самые ирландские СМИ говорят, что благодаря английскому языку Ирландия стала успешной страной. Известные мировые компании стремятся здесь работать. Вы за то, чтобы сделать английский вторым государственным языком в Украине? Так, несколько вопросов. Это скорее говорят не ирландские СМИ, это скорее британские СМИ. А в самой Ирландии идет бурное развитие их местного кельтского языка. Вы так сказали, как по типу армянская радио сообщает. Бурное развитие их местного кельтского языка. В отношении того, что английский язык является преимуществом, что произошло? Да, я говорю о замедлении, но я не говорю об остановке научно-технологического развития. Одним из важнейших факторов является действительно определенный существенный прогресс в области машинного перевода. И он нивелирует страны. Мне, я передаю, и мои материалы переводятся на разные языки, и мне передают информационные материалы с десятков языков. Я спокойно их перевожу машинным образом, мне для понимания хватает. То есть, не надо быть привязан к языку, как необходимость технологического развития. В отношении Ирландии ее конкурентное преимущество. Вот смотрите, что произошло сейчас. В апреле Штаты предлагали всем ввести минимальный корпоративный налог на уровне 21%. А сейчас они согласились, видя, что не продавили, снизили свое предложение до 15%. А какой корпоративный налог в Ирландии? 12,5%. То есть, если Байден, как он хочет поднять налоги в Штатах, то эти крупные фирмы, Microsoft и прочее, они куда пойдут? Они пойдут в Ирландию в том числе. А он же хочет поднять в Штатах до 27 вернуть. Вот она причина. Благоприятные внешние условия Ирландии. Ирландия – это благоприятная страна. Штаты – это страна со средним уровнем благоприятствования. Но проблема в том, что в Штатах надуты самые большие в мире пузыри. А языки – это даже не вторично. Это там глубоко-глубоко. Языками можно пренебречь. Владимир, я думаю, что под этим видео в комментариях развернется дискуссия между вами и Владом с Ирландией. Пожалуйста, прокомментируйте ответ Владимира. Идем дальше. В продолжение этой же языковой темы есть вопрос от Романа. Останется ли английский и международным языком общение, как сейчас, в ближайшие 50 лет? Нет, не останется. 21 век – век диалектов. Это не только украинская тенденция, что не будет украинского языка, как основного языка, который литературный язык не станет доминировать на всей территории Украины. То же самое будет во всем мире. Кстати, а как-то все дружно забыли смену языков. Ведь до этого была английская версия английского языка, а теперь международная что стала? Американская версия английского языка. Мы имеем смету языка, на которую никто не обратил внимания. Уже наблюдается закат западной культуры. Все эти БЛМ, все эти пересмотры, все эти сносы памятников – это часть заката западной культуры. Западная культура выходит из моды. Западная история, историческая традиция тоже выходит из моды. С ней выходит из моды английский язык. Ну, как русский язык после распада Советского Союза. То же самое будет с английским языком. И на смену английскому языку ничто не придет. Да, он останется в определенном плане, но массового перехода на английский язык не будет. И будет массовый всплеск национализма, простекционизма, что у нас было, когда… Вот мы говорим, сейчас у них начало 93-го года. Вот что у нас и было в начале 90-х годов. Зачем нам английский, если у нас есть итальянский? Красивый язык. Можем общаться. Идем дальше. Я думаю, что сейчас мы перейдем уже к внешней политике. Вот Людмила Маевская спрашивает, что с Белоруссией в ближайшее время. Это очень актуальная тема и не менее актуальный вопрос. Для Украины что делать, санкции или дальше торговля? Белорусы в шоке от запрета полетов. И Польша в ближайшее время, тенденции, пока украинцы особо не желают возвращаться. Такой вот вопрос от Людмилы Маевской. Лет 10 назад был мой прогноз о том, что Украина вошла в свою фазу смуту и остальные либо в европейский поезд ушли, как Польша, либо законсервировались, как Беларусь. И был прогноз о том, что ни консервация не поможет, ни уход в Европу не поможет. И Беларусь, и Польшу, и Литву настигнет своя волна этой, своя фаза смуты. А вот она в Беларуси и началась. Когда в Беларуси эти события начались, была иллюзия, что сейчас скинем Лукашенко и все пойдет лучше. Я говорил, что тогда, год, не год, а в начале сентября, я говорил, что это в Беларуси ненадолго. И в Беларуси действительно начинается та же падение, тот же закат промышленности, как и в Украине. Они же гордились, мол, вы в Украине потеряли свою промышленность, а мы в Беларуси ее сохранили. Посмотрим, как они... Ведь фактически сейчас Беларусь вышла из режима свободной торговли с Украиной. Это не украинская инициатива. Они на ключевые импорты из Украины ввели индивидуальные лицензии. Это нарушение всех договоров. Аналогично сделает то же самое Украина, симметрично, зеркально. Соответственно, режима свободной торговли с Беларусью нет, что мы импортируем в Беларусь промышленную продукцию. Кому-то еще надо эта промышленная продукция, кроме Украины, России, Азербайджана и другие. Таким образом, Беларусь просто теряет свою промышленную базу. Та процессы деиндустриализации, которые у нас были и которые у нас прошли полностью, у них они тогда затормозились и сейчас начинаются. Со всеми этими прелестями смуты, которые есть. Здравствуйте, родные 90-е годы. Мы от вас ушли. Консервация не помогла. А вы опять вернулись? Да, консервация не помогла. Владимир, а если же говорить о тех решениях, которые были приняты украинской властью после известных событий, которые связаны с этим самолетом Ренеэра, в частности с Романом Протасевичем. Насколько эти решения адекватны с точки зрения отстаивания национальных и, в первую очередь, экономических интересов Украины. И также не забываем о политических последствиях, потому что Беларусь это наш сосед, Минская площадка, от которой уже Леонид Макарович Кравчук, наш первый президент, фактически своим заявлением отказался. Он сказал, что мы там не можем заседать, мы не можем проводить там переговоры, хотя, честно говоря, я уже не помню, когда мы в последний раз физически там собирались. Не только мы, а все... Решение адекватное. Небо закрыли, по-моему, уже больше 20 стран для белорусских авиакомпаний. Для Украины это очень важно, в том плане, что Беларусь уже была транзитом между Россией и Украиной. Теперь этот транзитный узел пересекается, и это удар не столько по Беларуси, а удар еще и по России. Решение адекватное, зачастую их провоцирует сама Беларусь. Это Беларусь ввела индивидуальные лицензии на импорт. До чего дошло? Россия не согласовала с европейским компаниям полеты не через Беларусь. А что сделала Германия? А Германия в ответ отменила рейсы из России в Германию. Они действуют еще более жестче, чем мы. В отношении дружественных отношений, так у нас же отношения с Беларусью и остались. Логика какая? Нам же белорусы, братья, но Беларусь фактически оккупирована там при власти этот узурпатор. И россияне нам, братья. Россия же фактически оккупирована. Там же при власти узурпатор Путин, который сфальсифицировал выборы. И таким образом он незаконно избранный президент России. У нас нет. Мы же не противостоим российскому народу. Мы не противостоим белорусскому народу. Хорошо. А если говорить опять-таки о Беларуси, каким вы видите развитие событий в этой стране? Что будет с Лукашенко? Какие перспективы? Лукашенко уйдет рано или поздно. Вернуть Беларусь к состоянию 2019 года невозможно. Союзное государство. Не то, что союзное государство. А логика какая? По мере нарастания проблем в самой России, им будет вопрос, а что поддерживает? Свою промышленность или белорусскую? Вот сейчас Лукашенко слетал на встречу с Путиным. И Путин, да, старые транши кредитов. Миллионы уже их встречи. Да, но новые же кредиты он не согласовал. Там же был вопрос отделения. Белорусская промышленность обречена. Там же стоял финансовый вопрос, в частности, обсуждался. Да. Если не ошибаюсь, там решение было принято все-таки. Ну, по-моему, они не договорились о выделении новых кредитов. В любом случае, белорусская промышленность обречена. И то, что мы прошли в своих 90-х, ну, это нормальный процесс. Это смута, и от нее не уйдешь. Как и как не консервировать, белорусы законсервировались. Поляки, литомовцы ушли в другую фазу. И теперь выходят в эту же смуту вместе с Евросоюзом. Я же прогнозирую не только распад России, а распад Евросоюза. И распад стран в него входящих. Давайте вот касательно распада России и распада Евросоюза. Вот временной отрезок. Какие-то временные рамки надо установить, чтобы зрители понимали. Распада, ну, ЕС, понятно, распадется во время 30-летней войны, скорее всего, в первые половины. Распад стран в него... То есть нам нужно перестать стремиться вступать в Европейский Союз? Кому изначально это было нереально. Мы никогда не вступим ни в Евросоюз, ни в НАТО, и это свой прогноз подтверждаю. В отношении распада стран, ну, тоже Италия, Испания, Франция, они распадутся раньше. А и Россия начнет распадаться раньше. Ну, раньше Италия, Франция 5 лет, 10, 15, 20. Да, в районе 10-15 лет. Россия тоже начнет, она может быть еще раньше. Но процесс распада и фрагментации России, он затянется до завершения века. И после распада России начнутся что? Начнутся войны за российское наследство. Как были войны за испанское наследство, так будут войны за российское наследство, за право иметь преимущество в освоении построссийских территорий. Интересно. Я думаю, что тут в этом моменте, я думаю, посыпятся очень много разных интересных, вкусных, сочных комментариев. Это же вопросы проверяемые. Конечно, можно поднять через 5-10 лет. Скажут, Герасимович Стус, что вы там говорили? И где? И что? Так и поднимают, и поднимают, и это хорошо. И буду говорить, никто не забыть, ничто не забыть. С одной стороны, профессия аналитика-прогнозиста хорошая. Сделал прогноз и все, транслируй его всю оставшуюся жизнь. Но если ты ошибся, тебя же будут всю оставшуюся жизнь вспоминать. А ведь вы же, Владимир, прогнозировали начало кризиса до 15-го года. А он-то начался в 2020 году. И чего стоит этот ваш прогноз до 15-го года? Вспомним, как о Штирлице говорили. Ай да Штирлиц, ай да сукин сын. Владимир, последний вопрос. У нас есть еще время об образовании. Спрашиваю, что с нашим образованием отечественным? Болонская система forever? Или все-таки есть какая-то определенная альтернатива? Она существует? Болонская система обречена, как и многое другое. Есть, ну, помимо, в меньшей мере четыре фактора. Сейчас я буду вспоминать. Фактор первый. Инфляция образования, инфляция показателей. Уже далеко не так круто и далеко не так выгодно иметь то образование. Ну, берем, сравниваем с тем, что было 150 лет назад. Вот 150 лет назад был Киевский университет. Был. И были каменщики. Средняя стоимость, средняя зарплата профессора Киевского университета по отношению к средней зарплате Киевского каменщика. Тогда, 150 лет назад и сейчас. Так ведь это же в сотни раз уменьшилось. Посмотрите, далеко ходить не надо, сколько зданий в Киеве построено киевской профессурой. А сейчас зачастую эта киевская профессура с трудом справляется с тем, чтобы оплачивать коммунальные услуги в этих зданиях. Инфляция показателей. Такие реалии. Да. Если раньше было однозначно для того, чтобы учиться, иметь высокий уровень жизни, нужно было учиться, то сейчас это все меньше и меньше так. Это один показатель. Второй показатель, один фактор влияния. Второй, это люди и исчезновение среднего класса. За прошлый год в мире средний класс исчезло на 130. Количество среднего класса, относящихся людей к среднему классу, уменьшилось на 130 миллионов человек. Доллар. Да. Соответственно, потенциальных, они не в состоянии учить своих детей. Количество абитуриентов меньше. А образование неоправданно дорогое в хороших университетах. Оно и так до этого было неоправданно дорогое. И оно постоянно дорожает. И штаты столкнулись с проблемой. Становится более дорогим и более неоправданным. Да. Штаты уже давно столкнулись с проблемой, когда значительная часть людей, закончивших ВУЗы, десятилетиями не может погасить те суды, которые они брали на образование. И сейчас они пошли на уступки этим людям в Штатах в связи с пандемией. Ну, так это же не решение проблемы. Это второй показатель. Третий показатель. Это украинский показатель. Ну, вопрос, что же, что со свитой в Украине. Украина – тотально корруппированная страна. Все ВУЗы в Украине точно так же и государственные ВУЗы. Здесь в Америку не открыли. Да. Точно так же тотально корруппированные. После того, как Киева успешно защитил диссертацию, нам туда идти точно нет смысла. То есть, украинская наука умерла, и украинское образование, ну, генетой. Ну, и государственное управление. Да. И я Киева кандидат наук. И четвертый фактор. После пандемии возник резкий спрос на дистанционное образование. Оно не полностью, но в значительной мере. Стало альтернативой традиционному образованию. Зачем нужно поступать, если учиться, тратить на это пять лет, если это можно дистанционным образом пройти? Ну, знаете, зачастую можно услышать такое мнение. Зачем учиться, если можно не учиться? Ну, в любом случае, уровень благосостояния зависит от уровня квалификации. Другое дело, что он не зависит от уровня образования, но от уровня квалификации зависит. Владимир, будем ставить точку и даже жирный знак восклицания. Я благодарен вам за такую вот беседу. Не бермудский треугольник. Я, вы, наши зрители. Хороший интерактив получился. Я благодарен всем нашим зрителям, которые писали свои вопросы. Я думаю, что такой формат мы будем продолжать и практиковать вместе с нами. Вместе с вами, с нами, со всеми. Аналитик, прогнозист Владимир Стус был гостем нашей студии. Еще раз всем спасибо и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok